В центральном матче недели встречались Химки и Уникс, которые начали сезон без поражений. Казанцы сразу же взялись за опеку Алексея Шведа, блок от Мориса Ндура. А в этом моменте лидер хозяев без проблем нашел путь чужому кольцу и набрал легкие два очка. Операция «Быстрые руки». Джамар Смит так быстро совершил бросок, что даже высоченный Джордан Микки не успел ему помешать. Пьерри Хенри имел отличную возможность сократить разрыв до минимума, но его попытку уверенно накрыл Вячеслав Зайцев. Блокшотов много не бывает. Вот еще один от Эрика Макколума. В первой половине лидер менялся несколько раз. В этой атаке Антон Панкрашов эффектно вывел свою команду вперед. Не трехами и блоками едиными. Вячеслав Зайцев и Малькольм Томас разыграли простой, но эффективный пик-н-ролл, который принес Химкам два очка. На двоих команды совершили сегодня девять блокшотов. Два из них всего за пять секунд в конце первой половины матча. Отличился и Алексей Швед. Впрочем, лидер Химок тоже попал под плотную оборону соперника. В этом моменте его попытку накрыл Морис Ндур. Джордан Микки всегда готов подстраховать партнеров. После неудачного броска Ди Боста американский центровой подобрал мяч и мощно вкладил его в корзину соперника. Шоу-тайм от Микки на этом не закончился. Красивейший слэм после наброса Шведа. В конце третьей четверти кольцо Уникса ощутило всю мощь Вячеслава Зайцева. Смотрим еще раз. Джамар Смит наряду с Эриком Макколумом стал самым результативным в составе гостей. У него двенадцать очков. Антонио Крокер выжил максимум из этой атаки. Удачный обыгрыш, бросок и энд-уан. А в этом моменте уже Алексей Швед грамотно нашел контакт с оппонентом. Очередные два плюс один в исполнении Химок. Гости до последнего старались сократить разрыв и спасти матч. Но совершить чудо им не удалось. Химки побеждают в матче недели и продолжают беспроигрышную серию.